В этом году Дворец культуры поселка Комсомольский отмерил свое 50-летие. Торжества, посвященные этому славному юбилею, прошли 23 декабря. В воскресный день многие комсомольчане забросили домашние дела и пришли на праздничный концерт. В фойе именинника юбиляра всех встречал духовой оркестр. А в огромном зале просто не осталось свободных мест. Гости и местные жители не смогли пропустить такое важное мероприятие. Со дня своего основания Комсомольский Дворец культуры стал одним из ведущих учреждений культуры в районе и в области. А его воспитанники, коллективы художественной самодеятельности стали постоянными участниками многих конкурсов и фестивалей, не только областного, но и международного уровней. Но все же ведущим его коллективом был, есть и будет образцовый оркестр, который был создан в 1964 году заслуженным работником культуры Украины, лауреатом творческих премий имени Слатина и Ступницкого Валентиной Беленькой. На его базе она создала подготовительный оркестр, вокальный ансамбль «Сказка», ансамбль «Веселые лошкари» и взрослый оркестр «Реприза». В этот день Валентина Беленькая вместе с воспитанниками порадовала всех своими, как всегда, яркими выступлениями. На празднике было много гостей, сюрпризов и подарков. Не обошлось и без награждений. Грамотами отдела образования Змеевской администрации были награждены участники образцового оркестра. Грамоты Департамента культуры и туризма облгосадминистрации вручил Григорий Житков. В мене приятная миссия. В Департаменте культуры Харківской области Державной администрации награждается коллектив Палаца культуры. До речи, это лучший творческий коллектив в Харківской области, потому что он мает статус установок культуры в первой категории. А тому зі святом і директору Палацу культури вручаю за дорученням Кузнецова Дмитрия Павловича, начальника Департаменту, по чесну грамоту. АПЛОДИСМЕНТЫ Особа, яка є в цьому залі, і я вважаю, що це найкраще Із працівниць культури в нашому районі, а то і на Харківщині, це Валентина Миколаївна Дмитрия. І за доручення Кузнецова Дмитрия Павловича Награждується по чесною грамоти Департаменту культури та туризму Харківської обласної державної адміністрації. Валентина Миколаївна, будь ласка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Во Дворце культуры работают уникальные люди, которые живут своим делом. Здесь более 40 лет существует ансамбль украинской песни «Радуга», который также был отмечен на празднике. У нас ветераны нашего Дворца культуры, которые почти уже, ну, свыше четырех десятков лет поют, пели в этом замечательном хоре «Радуга», который носил звание «Народный коллектив». Сейчас это два коллектива «Радуга» и «Осенний бар». И от Комсомольской селочной рады в лице Дмитрия Николаевича Дегтяря мы хотим наградить самых активных участников этого коллектива. Награждается сценка Линия Васильевна, участник вокального ансамбля «Радуга». Безуза Катарина Светыревна, также участник вокального ансамбля «Радуга». Катеринец Тамара Дмитриевна, участник вокального ансамбля «Радуга». Чуб Львова Миколаевна, участник вокального ансамбля «Радуга». Москаленко Клабия Алексеевна, тоже участник вокального ансамбля «Радуга». Калинина Нагина Михайловна, участник вокального ансамбля «Радуга». Дагулия Вячеслава Григорьевич, участник вокального ансамбля «Радуга». Арнава Валентина Степановна, участник вокального ансамбля «Радуга». Глитко Раиса Семеновна, участник вокального ансамбля «Радуга». Кутин, «Радуга». Головка Лидия Микритивна, участник вокального ансамбля «Радуга». Наук Минка Нина Васильевна, участник вокального ансамбля «Радуга». Нина Васильевна, у нас и дети играли, не только Нина Васильевна, но еще и дети и внуки, наверное, будут играть в «Радуга». В 1989 году был создан детский фольклорный ансамбль «Весняночка». Огромной популярностью у молодежи пользуется коллектив современного танца «Анкор», который был основан еще в 1992 под руководством Алены Жаловой. А в 1996 Василием Кандиком был создан вокальный ансамбль «Зарипад». Дворец культуры можно назвать районным центром спортивно-бального танца. Здесь успешно работает и танцует коллектив «Виват» под руководством Геннадия Ирины Исычко. Нельзя не вспомнить и детскую вокально-эстрадную студию «Ластевка», которая более 10 лет учит детей эстрадному пению. За несколько последних лет Дворец культуры также преобразился внешне. Евгений Мураев, еще будущий главой Змеевской администрации, уделял немалое внимание состоянию помещения. Был проведен огромный объем ремонтных работ, которые продолжат и далее. За три последних года ДК мы уделяли соответствующее внимание. Если вы сегодня слышали, об этом говорил и директор Дома культуры, была сделана кровля, обновлен фасад, мы начали реновировать сцену, полностью появилось новое убранство, было подчинено оборудование, которое не работало 20 лет. Ну и в плане работы у нас ремонт смежных помещений, помещений для танцев. В общем, будем планово заниматься и возрождать все то, что было построено нашими отцами и дедами еще 50 лет назад. Мы, даже когда год был финансово сложный, да, все наши дети все равно ездили на все конкурсы, мы оставили и финансировали не из бюджета. Все те хорошие начинания, которые начинала Валентина Николаевна Беленькая, это и фестиваль «Свет радужных мелодий», и творческие вечера, и мы печатали книги для наших поэтов. В общем, все наши дети ездили и представляли нас на все украинских фестивалях и конкурсах. Все это останется, все это будет. Я считаю, что это необходимо, и наши дети должны иметь возможность развиваться и дарить это тепло и доброту всем жителям Украины. А самое главное, иметь возможность развивать те таланты, которые в них заложили их родители, природа, и тепло наших руководителей и наших коллективов. Евгений Мураев приехал лично поздравить работников Дворца культуры, да и всех жителей поселка. И, конечно же, привез большой сундук с подарками. Я не представляю себя Комсомольского без дома. Я не представляю себе наших детей без этого духовного развития. Так было, так есть и так будет всегда. Всегда буду рядом, всегда буду помогать. И я думаю, что все наши мероприятия будут становиться еще более яркими, более значимыми, и наши дети получат возможность развивать свои таланты, добиваться успехов, побеждать. С праздником! Вот это ж одежда сцены называется. Главный занавес кулисы, французский занавес, задники, два задника у нас. В общем, вся одежда сцены, а это подарок была нам сделана к юбилею. Отремонтирован был фасад Дворца культуры, но это только начало, потому что к юбилею времени так не было уже, не успевали. И двигатель поставили. Двадцать с лишним лет не работала здесь главная занавес. Сейчас, вы видели, открывается. Но для полного комплекта показать? Она сейчас закроется, сейчас закроется. Ну, полный комплект оказывается. Это для меня, честно говоря, неожиданность была. У нас эта мечта была, мы много о ней думали-думали для новой одежды сцены. И сейчас Евгений Владимирович выручит нам. Дело в том, что подарков много было, я думал, вывезу их на тележке. А потом, когда они приехали, пришлось Деда Морозовский суд выбрать. Юленька, выйдите сюда, пожалуйста. Оказывается, для наших концертных костюмов, для вот одежды сцены, вертикальный параметюб, о котором Юлия Владимировна в нашем костюме очень мечтала. И вы, чтобы эти смехи, как женщины, вы не только уничтожили. Все остальные подарки мы будем улучшать в процессе нашего концерта по коллективам. Снук вы их увидели. Спасибо, Юлия Владимировна. Благодаря вашей помощи в этом году получил гран-при паромли. Мы сумели съездить, получить. Мы получили наше знакомство, произошло, когда вы нам подарили для наших коллег сапоги. И теперь они все время занимают в них первые места. И мы решили вам на память подарить, может, это и не скромно, но все-таки наше, наше лицо, наше оркестр. На добрую память Евгения Владимировича. Вся хорошая семья. Слова поздравлений и благодарности выразила всем работникам Дворца культуры и Татьяна Тимофеева. Добрый вечер, уважаемые друзья, уважаемые зрители, уважаемые работники Дворца культуры. Очень редко случаются дни, когда получаешь такую массу положительных эмоций. Но, по крайней мере, рабочие не столько их не приносят, это точно. Спасибо вам за это. Это то, что вы несете сказку, несете радость людям, вашим зрителям. Пока существует дворец культуры, я думаю, что все сюда будут ходить с радостью, с удовольствием. Конечно же, слова благодарности ветеранам, тем людям, которые с первого дня здесь, в этих стенах, несут людям положительные, несут людям добро, несут людям творчество свое. Конечно же, огромные слова благодарности тем, кто встречает нас буквально на пороге, техническим работникам, администрации этого коллектива за то, что они есть, за то, что они творят. И я с огромным удовольствием сейчас хочу вручить благодарность и грамоту. Можно я бы самочетать, хорошо? Итак, в начале оголошается Васильевский Галини Петривний, керевнику вокального ансамбля Райбера. Действительно, мы сегодня, скажи, честно, как в таком качестве, такого качества исполнения, ну, давно не слышала. Спасибо большое вам. Карину Анатолию Викторовичу, участнику художественной самодеятельности. Это все любимчики наши. Это люди, которые в любую погоду, на любой сцене дарят нам свое творчество, свой талант. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Честно, мне очень приятно, и на такие будем уже и правы. АПЛОДИСМЕНТЫ КЛУЩЕНКО ИНИ БОРИЗНОВНЫ Безродная Карина Наримановна, участников ансамбля «Непризнат». АПЛОДИСМЕНТЫ Карине Валентинья Васильевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чутки которые навстречались. Отказывает про форк тоже очень нужная должность. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сергей Владимирович, участник Оргистра народных инструментов. Ну, а вот перед этой грамотой я хочу сказать, что мне очень приятно вручить грамоту человеку, который в любое время суток через дверь, окно, путем звонка по телефону войдет в кабинет и всегда добьется того, чего он хочет. Валерий Павлович, это так? Ну, действительно, таким я должен быть руководитель, потому что вы же понимаете, что он отвечает за всех. И за работников образцов культуры, и за всех жителей, в конечном итоге, которые должны получить качественное, народное и другое творчество. Поэтому, Валерий Павлович, спасибо вам огромное, что вы есть. Оставайтесь таким же настойчивым, таким же творческим человеком. И я думаю, что мы сейчас с вами вместе заручимся поддержкой нашего Дмитрия Николаевича Дегтяря. И он нам пообещает, что вы и он будете делать все для того, чтобы дворец культуры только процветал. 50 лет позади. Но для Комсомольского дворца культуры это лишь некий творческий этап. Впереди еще целая многолетняя жизнь. А его коллективы и воспитанники еще долго будут радовать нас своими выступлениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова